У вас выступление в парламенте один раз в год. Сводить его к выступлению обсуждение вопроса чисто в разрезе малого и среднего бизнеса будет неправильно. Потому что все-таки Министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране. Давайте, включая этот вопрос, можно говорить. Но в первую очередь хотелось бы поговорить о реализации национальных проектов и госпрограмм. В любом случае, параметры вы же утверждаете. И дорожную карту вы формируете. Пожалуйста, Жириновский Владимир Вольфович. Максим Станиславович, на будущее слушайте зал. Через пять минут после вашего выступления все стали заниматься своими делами. Я это вижу отсюда. 30 лет вижу, как депутаты не слушают министра, не слушают другого выступающего депутата. Им неинтересно, они не понимают. Это проблема подъема страны. И учителя такие же в школе есть. Плохо преподают. И преподаватели плохо. Надо уметь выступать. Надо уметь убеждать, так сказать. Этому не учат в школах, так сказать. И просто общий объем знаний, он недостаточный. Потому что вы не чувствуете, а что хотят услышать депутаты? Они это услышат конкретно. Что происходит с экономикой, так сказать. Вы не должны нам говорить, вот там мы считаем, что достигли здесь, у нас в процессе это общие слова. Уберите слова паразиты. Дайте конкретику только. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...